Получилось около 100 эпизодов таких очень похожих в течение двух двух с половиной лет и И самое плохое в этом было то, что немало около 5-6 эти ситуации заканчивались со смертельным исходом Пусть будут только мир и покой в каждом доме, где живут люди доброй воли Вместе с гарантом спокойной жизни, алкометром Алкоквант, мы представляем вашему вниманию очередной выпуск еженедельной информационно-аналитической программы Криминал Информ В Латвии сухой закон за рулем пока не ввели допустимое содержание алкоголя в крови водителя со стажем пол промилле для новичков и того меньше 0,2 Так что не только автолюбители, но и шоферы-профессионалы порой позволяют себе расслабиться и пропустить стаканчик-другой в свободное от работы время Но вот садиться за руль при этом крайне нежелательно, на каждого человека спиртное действует по-разному В полиции советуют перед застольем прятать подальше ключи от машины, чтобы во время отдыха не возникло соблазна сесть за руль и прокатиться до ближайшего магазина Лучше отдохнуть до утра А вот тем, кто не увлекается алкоголем и только изредка позволяет себе один-другой бокал вина или другого спиртного напитка Перед поездкой лучше проверить свое состояние специальным прибором – алкометром Как это сделать, смотрите далее в нашей программе Садиться за руль в подпитии для водителя недопустимо, напоминают в дорожной полиции Для тех, кто желает без проблем управлять транспортом, алкоголь должен быть табу Если, конечно, человек не хочет на долгие годы лишиться прав или сесть в тюрьму У нас максимальное лишение прав за управление на трезвое состояние – это 4 года Это если демонстративное правонарушение За уголовное правонарушение – тогда уже до 5 лет нужно лишать Даже если водитель только слегка навеселее, с виду это почти незаметно За рулем он все-таки представляет серьезную угрозу для здоровья и жизни других водителей и пешеходов Все реакции под воздействием спиртных напитков заторможены Что-то пойдет не так на дороге и недалеко до беды Чересчур самоуверенные водители запрет на алкоголь порой игнорируют Но статистика дорожно-транспортных происшествий неумолима Именно пьяная езда чаще всего приводит к самым печальным последствиям Не случайно штраф за употребление алкоголя за рулем самый строгий Максимальный штраф достигает 1400 евро Его величина напрямую зависит от дозы спиртного, принятой на грудь нарушителям Были, наверное, 4 и 5 промилленов, но это такие единичные случаи, слава богу, скажем так Если такой водитель попадется дорожной полиции во время проверки Он заплатит не только максимальный штраф, но и лишится прав на несколько лет Если же пьяная езда повлекла за собой последствия Пострадал кто-то из других участников движения Другой водитель или пешеходы, виновному грозит тюрьма А виновным на дороге даже в спорной ситуации всегда признают водителя с алкоголем в крови Поэтому стоит хорошо подумать, прежде чем откупоривать бутылку перед предстоящей поездкой А вот если вы участвовали в вечеринке накануне и волнуетесь, весь ли алкоголь выветрился за ночь Можно ли уже садиться за руль или еще повременить? Лучше, конечно, поехать на работу на такси или общественном транспорте Но можно и рискнуть выбрать свою машину и затем дрожать перед каждым постом полиции Но есть еще один выход, очень простой и надежный Проверить содержание алкоголя в крови персональным алкометром Аппарат, который я держу в руках, это не просто алкометр Это официальный измерительный прибор, который зарегистрирован в Латвии И результаты его измерения, те, которые он показывает на экране, являются доказательными Что это значит? Это значит, что результат измерения такого прибора работодатель может использовать для того, чтобы принять решение Допускать или не допускать своего сотрудника на работу Этими алкометрами на сегодняшний день пользуются, помимо дорожной полиции, практически все специальные службы Латвии Пожарные, скорая помощь, спасатели Поэтому, если вы действительно хотите получить достоверный результат, проверяя себя на алкоголь Вы должны пользоваться только профессиональным алкометром В данном случае это алкометр Алкоквант Компания Кайос-Сервис в Латвии единственный распространитель этих официально признанных приборов Здесь их не только продают, но и регулярно обслуживают купленные алкометры Купить может как организация, так и частное лицо И в нашей практике есть немало случаев, когда люди покупают себе в личное пользование Кто-то держит в машине, кто-то держит у себя в офисе, кто-то дома Все зависит от того, когда это бывает нужно и для какой цели аппарат покупается Среди постоянных клиентов компании практически все транспортные предприятия страны Строительные фирмы, которые проводят опасные высотные работы А также предприятия со сложнейшим производством и дорогими станками и оборудованием К работе с которым руководители предпочитают допускать только трезвых работников Очень много автотранспортных предприятий, таксомоторные парки, автобусные парки То есть везде, где есть необходимость проверки сотрудников на наличие алкоголя До того, как его допустят до рабочего места Если подули сразу, могут цифры быть очень большими И именно поэтому делается два измерения Алкометрами пользуются и спортивные тренеры Перед тем, как выпустить команду на ответственные международные состязания Даже местная хоккейная сборная не исключение Перед выходом на лед спортсменам предлагается подуть в трубочку От охотников закон тоже требует абсолютной трезвости Так что и охотничьи общества уже запаслись надежным прибором В правилах поведения на охоте и в правилах перевозки оружия Не допускается алкоголя вообще То есть если охотник, скажем, даже едучи на охоту или обратно Везет в машине оружие, в его крови должно быть ноль промиллей Правило 0,5 там не действует Даже простой менеджер компании, работа которого, казалось бы, не связана с ежедневным риском Это продажа медицинского оборудования И тот держит в офисе алкометр Ведь за руль приходится садиться каждый день, говорит Владислав Сам он практически не пьет, разве что символически Но даже один бокал может показать промилле Так что лишняя проверка не помешает Чуть не забыл провериться Можно ехать? И теперь никакая проверка на дорогах не страшна Ирина бухгалтер Работа с цифрами и балансами требует точности Так что трезвость – норма жизни Но если у кого-то из коллег день рождения Разве откажешь поддержать компанию? Но меру соблюдать приходится строго Перед поездкой в крови не должно быть больше полупромилля алкогольных паров Что же выбрать? Хорошую вечеринку? Или безопасную езду? Одно другому не мешает После вечеринки можно провериться алкометром И если все хорошо, то можно смело садиться за руль Очень часто бывают какие-то корпоративные мероприятия И выпивается всего лишь один бокал вина И, казалось бы, что в этом страшного, сел и поехал Но в таком случае алкометр просто незаменим Для того, чтобы быть уверенным, что действительно можно безопасно это сделать Рынок сегодня предлагает богатый выбор алкометров От максимально дешевых до очень дорогостоящих Но это как раз тот случай, когда экономия может обернуться против вас Дешевая подделка не гарантирует качество и верных показаний И после такой проверки, не сертифицированным прибором, встреча с полицией вас неприятно удивит Показания алкометров вашего и полицейского могут довольно сильно отличаться Но будет уже поздно В чем отличие профессионального алкометра от так называемых бытовых Которых можно найти великое множество на рынке В этом приборе используется электрохимический сенсор И его особенность в том, что он реагирует только на пары алкоголя Он не дает абсолютно никакого результата В случае, если употреблялись какие-то специфические лекарства Или если у человека есть проблемы с заболеванием печени Тогда, скажем, может быть какой-то ацетон в выдохе или еще что-то Профессиональный алкометр этого не покажет И это не является препятствием для того, чтобы сесть за руль Сами продавцы алкометров Алкоквант тоже активно пользуются своими приборами Поговорка «сапожник без сапог» не про них У нас бывают ситуации в офисе, когда тоже у кого-то день рождения Или у кого-то какой-то праздник И понятно, что редко когда обходится без бутылки шампанского, условно говоря Ну и вот мы очень часто после того, как Понятно, что ребята тоже, так сказать, сразу не садятся за руль Но интерес ради просто друг друга проверяют После того, как посидели за столом Ну и мы всегда смеемся, насколько различаются показатели У мальчиков, у девочек Или, скажем, сразу после употребления и через полчаса Но если хочется увидеть большие цифры на экране Тогда вот очень интересно, можно попробовать произвести измерения сразу после употребления Там через пару минут буквально И с удивлением обнаружить там полторы-две промилля алкоголя Хотя ты выпил два глотка шампанского Именно поэтому так важно соблюдать правила И ни в коем случае не садиться за руль сразу после употребления Даже ничтожные дозы спиртного На самом деле нужно знать, что достоверный результат Может показаться не ранее, чем через 15 минут после употребления алкоголя За это время в полости рта пары спирта уходят, испаряются И то, что вам покажет алкометр Это будет действительно реальный результат наличия алкоголя в крови Если перед тем, как сесть за руль проверится алкометром Алкогвант И прибор покажет от нуля до полупромилля Расхождения не будет Ведь именно такими алкометрами в ежедневной работе пользуются и сами сотрудники дорожной полиции Правила, наши правила на сегодняшний день допускают наличие в крови полпромилля У водителей со стажем вождения больше двух лет Практика показывает, что в соседних странах Эстонии и Финляндии Уже давно отказались от нормы в 0,5 В Эстонии и Финляндии действует правило 0 промилля И я так думаю, что рано или поздно и мы придем к этому Потому что в таком случае нет абсолютно никаких спорных ситуаций Езда становится абсолютно безопасной И, наверное, это правильно Но пока такая норма не введена, алкометр вечно изаменимая И тем, кто пока еще не записался в абсолютные трезвенники, в хозяйстве пригодится Особенно во время зимних праздников, рождественских и новогодних Когда во многих веселых компаниях шампанское льется рекой А празднование затягивается на несколько дней Или же летом, во время любимого в народе праздника лига Когда пиво, а частые напитки покрепче употребляются сверх меры После такого без проверки точным прибором садится за руль на утро большой риск Поэтому, если водитель по каким-то причинам не желает ехать на такси или общественном транспорте В компании друзей должен быть хотя бы один такой алкометр Гарантия безопасности Непосредственно на алкометре существует правило поверка два раза в год Каждые шесть месяцев он должен быть откалиброван И должна быть сделана поверка или верификация Все это делаем мы в нашем офисе на ЗМТА на 2Б Все это делается в присутствии клиента Занимает примерно полчаса За это время мы предлагаем людям и выпить чашку кофе, отдохнуть И, в общем-то, это услуга, которой надо пользоваться Алкометр не запретит вам работать дальше Но в достоверности результата возникнут сомнения Поэтому раз в полгода обязательно нужно прийти и сделать поверку и калибровку Напомним, максимальный штраф за управление машиной в нетрезвом виде – 1400 евро Алкометр стоит почти втрое дешевле Приобретение на всю жизнь Кстати, неплохой подарок к Новому году и Рождеству Безопасность и надежность в собственном доме В продолжении сегодняшней программы В нашей постоянной рубрике «Криминал информ. Честь. ЛВ» Устами уважаемого опера мы расскажем О весьма резонансном деле конца 80-х – начала 90-х годов Некая этническая преступная группировка Объектами грабежей и разбойных нападений Выбирала прежде всего пенсионеров И подобных злодеяний значилось не менее 100 Впрочем, в ходе судебного разбирательства, как это зачастую случается Все перевернулось с ног на голову Оставайтесь с нами и после небольшой рекламной паузы Случается, что человек, приняв небольшое количество алкоголя Сомневается, можно ли садиться за руль Чтобы не переживать перед возможной встречей с дорожной полицией Желательно пройти предварительную проверку на алкометре «Алкоквант» Показания немецких алкометров от компании «Кае-сервис» Всегда точны и достоверны Алкометры «Алкоквант» – это хорошее приобретение Которое поможет вовремя предостеречь вас от неприятностей и необдуманных поступков Внимание! Прокладка труб как бестраншейным методом, так и горизонтальным способом сверления Более чем приемлемые цены Лучше один раз попробовать, чем сто раз увидеть и услышать Пе Кристо Покунга – это не только особенная кухня, каких больше в Риге нет Но и отличное место для встречи друзей и корпоративных вечеринок, семейных торжеств и романтических свиданий Пе Кристо Покунга звучит гордо и заманчиво Постройка всех видов канализационных и водопроводных наружных сетей Многолетний опыт, высокое качество и сопоставимые цены Вспомните начало 90-х прошлого века Менялась буквально вся наша страна, происходили всевозможные метаморфозы в социальной жизни Будто бы преображалась экономика, активно переписывалось законодательство На этом фоне профессия сыщика всегда оставалась неизменной Во все времена от сотрудника уголовного розыска требовались мужество и самоотверженность Особенно чутье и умение распознать, изобличить и задержать злоумышленника Этими качествами, поверьте нам на слово, в полной мере обладали наши бывшие коллеги Которые постоянно находились на переднем рубеже борьбы с преступностью Сейчас они на пенсии И приглашение криминалом форума вспомнить о перипетиях дней минувших Приняли с удовольствием А нам, в свою очередь, выпала особенная честь Дружить и теперь высказать признание этим храбрым и заслуженным людям Для того, чтобы добиться достойных результатов в раскрытии убийств и других тяжких преступлений Необходимо обладать такими качествами, как кропотливость, скрупулезность, аналитический склад ума И к тому же иметь огромное терпение Ведь приходится перелопачивать кипы документов Опрашивать массу людей, проводить перекрестные допросы А как важно иметь свои источники информации Сначала войти к ним в доверие, а потом уметь получить нужные сведения И тут уж, согласитесь, необходимо быть не только хорошим психологом Но и разбираться в самых различных вопросах мирозрения Чтобы найти подход к любому человеку и установить с ним доверительный контакт Информация к узнаванию Сандрис Плаудес, 1961 года рождения В органах внутренних дел с 1984 года Образование высшее Закончил Рижский политехнический институт и Кишиневскую школу милиции Занимал различные руководящие должности в уголовном розыске Риги и Латвии Полковник-лейтенант в отставке с 2011 года Среди сыскорей известен под прозвищем Сандро Началось, наверное, где-то с 1988 года Первые эпизоды А суть, почему... Вернее, я работал в то время в министерстве В группе по разбоям, грабежам и убийствам И как-то получилось так, что параллельно мое такое Не хобби, а общественная нагрузка Была в то время такой план Ромен Который собирал информацию по поводу цыганской этнической группы В их, скажем, преступной деятельности Ну, просто оперативной информации И все, что связано с цыганами Ну вот, и потом получилось, что В Бауске было где-то 4 или 5 уже В течение одного-двух месяцев Таких эпизодов, где в ночное время Вынимали из частных домов Домов не в самом городе, в центре, скажем Ну и было и в городе, только, ну так, на окраине чуть-чуть Ну, частные дома в основном Где жили в основном одинокие пенсионеры Ну, старые люди И вынимались реки Вынималось стекло Проникали в дом Потом, ну, конечно, разбудили жителей Связывали руки Обливали водой Говорили, что это бензин И что подожгут сейчас все Ну, чтобы рассказывали, где находятся деньги, ценности и так дальше В основном, особых ценностей ни у кого не было Там кольцо обручальное или что-то другие Кольца, серьги там Ну, это единственное, что было у престарелых этих людей Ну, конечно, они Это все забирали Очень часто даже было, что плоскогубцы Мы и вырывали со всем мясом Эти серьги, да И плоскогубцы мы Отрезали кольца Ну, не самый пальцев, а кольца перерезывали Ну, так что, так это был Очень большой такой общественный резонанс То, ну, меня послали в Балск разобраться, что там, что будем делать Начали работать Где-то полгода работали Вышли на цыганскую Подозреваемых цыган Ну, и получилось так, что Когда анализировали по всей республике Потому что моя главная задача в то время был анализ по республике Максимальная помощь в раскрытии преступлений и так дальше Ну, я имел информацию по всей республике Что происходит по нашим таким делам И получилось Около 100 эпизодов Таких очень похожих В течение двух-двух с половиной лет И самое плохое в этом было то, что Немало, около 5-6 ситуаций Эти ситуации заканчивались со смертельным исходом Или сердце не выдержало Или слишком сильно там завязали что-то Ну, там по разным причинам Люди, пенсионеры, они умерли Ну, и практически они были возбуждены как убийство Ну, и тогда вышли на эту цыганскую группу одну И даже их задержали Три эпизода по нашей республике были точно могли доказать Потому что совпали полностью пальцы Ну, и потом получилось так, что У нас менялась власть Красные уходили, приходили другие И, конечно, работать особенно никто не хотел И брать на себя, скажем, ответственность И там около 100 эпизодов Это очень большой объем работы И наши следствия решили эти три эпизода Присоединить к литовским У них в Литве тоже были очень много эпизодов Не столько, но 10 точно было в Литве Ну, и мы отправили эти три дела Только три, конечно Три дела отправили в Литву Чтоб там судили их по этим эпизодам Ну, в конце получилось так, что Наших цыган оправдали по этим эпизодам Потому что цыгане сказали, что я им дал стакан подержать И оттуда эти пальцы все появились В Литве, конечно, это неинтересно было Они, конечно, поверили этому И все остальное Но жалко, что такие преступники Ну, и осталось все это так Как вы считали, что это именно цыгане? Потому что, ну, это опять, скажем Брали разные места Складывали показания разные По логике, по стилю Но обыкновенные, ну, простые там пацаны В том, что примерно было известно Что молодые, там, маленького роста Небольшого, да Ну, просто нету в тех местностях Нету таких местных нету даже То есть какие-то чернявенькие Ну, да, там голос там не так И то, и то, и то Лицо темноватое, может быть И кучерявые какие-то волосы Ну, вот все это сложили вместе И вырисовывалась картина То это могут быть цыгане Сыщики они везде Даже в Африке сыщики Они чаще всего смотрят на мир Весьма похожим Буквально одним на всех взглядом Немало ярких страниц Вписано в книгу борьбы с преступностью Именно с сотрудниками уголовного розыска Многие из них за годы Бескомпромиссной борьбы с преступниками Отдали силы и здоровье Жертвовали своей личной жизнью Для спокойствия людей И безопасности страны Криминал информ и впредь Станет обнародовать Видеомемуары тех оперативников Кто не за страха на совесть Давали должный отпор Ворам и насильникам Разбойникам и убийцам С января этого года в Латвии Вступил в закон Закон об оружии В котором сказано Что газовое оружие Теперь тоже нужно регистрировать В разрешительной системе Государственной полиции А тот, кто этого не сделает Будет нести административную ответственность И это правильно Ведь пистолеты и револьверы Какими бы они ни были Хоть боевые, хоть газовые Все же являются оружием И шутки с ними могут привести К непредсказуемым последствиям Главное, чтобы сотрудниками полиции В базу данных была занесена информация О наличии газовика Его номер и калибр Именно об этом расскажем В следующем профилактическом материале Криминал информ Вновь решил напомнить Своим телезрителям Что до конца этого года Необходимо легализовать Свои газовые пистолеты Ведь для того, чтобы Зарегистрировать оружие Не нужно проходить Медицинскую комиссию Не нужно предъявлять На пистолет или револьвер Какие-то документы Которые вполне Могут быть и утеряны Нужно просто потратить Немного времени Для посещения Отдела разрешительной системы Государственной полиции Прихватив с собой Паспорт и оружие Напоминание владельцам Газового оружия О том, что Действующий закон Предусматривает Регистрацию газового оружия До конца декабря этого года Если своевременно Вы не зарегистрируете Газовое оружие То будет уже предусмотрена Административная ответственность Поэтому просьба Своевременно Обращаться В отделы разрешительной системы По декларированному месту жительства И газовое оружие Своё зарегистрировать Нужно это сделать Обязательно До конца этого года А если не зарегистрируешь Тогда что-то грозит? Денежный штраф Административное наказание То есть даже если Оно хранится дома Но оно не зарегистрировано Это нарушение Нарушение Если там как Что-то происходит То его могут даже Изъять Изъять, наказать И санкция предусматривает Не только денежный штраф Даже применить Конфискация данного оружия То есть осталось довольно мало времени Всего полтора месяца? Очень мало осталось Да Можно зарегистрировать Значит В отделах По декларированному Месту жительства Да Но желательно В разрешительный отдел Обращаться Да Не в каждый участок И еще это можно зарегистрировать Используя Интернет Через портал Latvia.lv Авторизируясь Интернет-карточкой И зарегистрировать Данное газовое оружие Если что-то не получается Тогда можете обращаться Смело В отдел Разрешительной системы Я принесла Своё газовое оружие В разрешительную систему Чтобы его зарегистрировать И мы сейчас посмотрим Сколько времени Для этого потребовалось Как вы наверняка заметили Времени на регистрацию Газового оружия Потребовалось Совсем мало Необходимо заполнить Бланк заявления Состоящего Из персональных данных Марки оружия Его номера И калибра И только после этой процедуры Пистолет или револьвер Будет занесен в регистр А вы Что несомненно Впредь Будете спать спокойно Пользуясь Пользуясь случаем Творческая команда Криминалом форма Напоминает древнюю Как мир истину О том Что спасение утопающих Это прежде всего Дело рук Самих утопающих Именно поэтому Советуем проявлять Особую бдительность В темное время суток На безлюдных улицах Не носить при себе Крупные суммы денег Не надевать без особой На то необходимости Дорогие вещи И украшения Не хвастаться Перед окружающими Мобильными телефонами И мультимедийными приборами Пожалуйста Будьте внимательны И осторожны А еще Обращаем ваше внимание На то Что алкометры Алкоквант Это хороший Новогодний подарок Для каждого водителя Ведь это тот самый Алкометр Который использует Дорожная полиция Берегите себя И своих близких Всего вам самого безопасного Бог в помощь Дорожная полиция Редактор субтитров А.Семкин